Кроссовер Kia Sportage нового пятого поколения прошел все испытания, необходимые для сертификации на российском рынке. По итогам обязательных тестов новинка получила одобрение типа транспортного средства. Напомним, что новое поколение модели существует с двумя версиями колесной базы – стандартной и удлиненной. Так вот, на российском рынке будет представлено наиболее просторное и вместительное исполнение. В итоге, по сравнению с нынешним поколением, колесная база увеличится на 85, а длина на все 175 мм. Что касается двигателей, то на российском рынке Kia Sportage пятого поколения будет представлен с двумя бензиновыми атмосферными моторами. Роль базового сыграет двухлитровый двигатель, оснащенный системой распределенного впрыска топлива. А на ступеньку выше встанет агрегат объемом в 2,5 литра, которому полагается комбинированный, то есть распределенный плюс непосредственный впрыск. В зависимости от комплектации кроссовер может быть оснащен механической шестиступенчатой трансмиссией либо автоматической коробкой передач на 6 или 8 ступеней. Новый Sportage будет доступен как с приводом на передние колеса, так и с системой полного привода. Также для кроссовера предусмотрены несколько вариантов колес. Посадочным диаметром 17, 18 и 19 дюймов. Остальные подробности российский офис Kia обещает раскрыть позднее. А пока имеет смысл повнимательнее рассмотреть саму новинку. Особенно снаружи, ведь пятый по счету Sportage принесет совершенно иную дизайнерскую стилистику с необычной формой оптики, сложной пластикой боковин и другими новшествами. Концепция интерьера в современном духе, где под единым гнутым стеклом установлены экраны приборов и медиасистемы диагональю 12,3 дюйма каждой. Кстати, ради улучшения обзорности передняя панель сделана на 30 миллиметров ниже, чем раньше. При этом производитель обещает высочайший уровень отделочных материалов, богатый набор опций и прочие приятности. Это в частности полный набор ассистентов, панорамная крыша и даже вентилируемые передние кресла. Напоследок добавим, что новый Sportage построен на платформе N3, которая предлагает стойке MacPherson спереди и многорычажную подвеску сзади. Но за доплату будет впервые предложено адаптивное шасси с электронно управляемыми амортизаторами.